С 1 июля индивидуальные предприниматели, которые оказывают услуги и не имеют наемных работников, будут обязаны применять контрольно-кассовую технику. Для того, чтобы нововведения стали понятны, сотрудники налоговой службы провели разъяснительные рейды. В одном из таких побывала Инна Болдина. В поле зрения налоговиков парикмахерские, салоны красоты и ларьки, где горожанам оказывают бытовые услуги по ремонту техники, ювелирных изделий, изготовлению ключей. Меняется законодательство, соответственно, с 1 июля вы должны будете применять контрольно-кассовую технику. Работников у вас нет наемных, должны стоять кассовые аппараты. То есть это все нужно заблаговременно сделать, но до 1 июля, потому что в этом случае штраф будет. Обойтись без контрольно-кассовой техники можно лишь в одном случае, если зарегистрироваться в новом качестве. Заниматься бизнесом в сфере услуг без нее позволит статус самозанятого. Этим новым налоговым режимом могут воспользоваться как начинающие предприниматели, так и действующие, которые захотят перейти в категорию самозанятых и применять налог на профессиональный доход. Налог на профессиональный доход – это специальная система налогообложения как для физических лиц, так и для предпринимателей, которая позволяет легализовать свою деятельность даже без статуса регистрации ИП. Данная система налогообложения имеет ряд преимуществ. В частности, не нужно приобретать контрольно-кассовую технику, не требуется сдавать отчеты из налогоорган. Также нет необходимости оплачивать страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации. С 2020 года в качестве самозанятых зарегистрировалось достаточно большое количество предпринимателей, которые уже успели оценить преимущества нового налогового режима. Владелец «Барбершопа» на Центральной – один из них. Я обдумывал, что лучше взять на ИП встать или на самозанятой основе. И узнавал у людей, кто уже вставал на это вот таким образом, и сделал так вот на самозанятой основе. Выбрал удобный более вариант для себя. Такая информационная кампания предстоит и в ближайшие недели. Ведь до вступления в силу изменений в законодательстве осталось немного. Всего за несколько месяцев предпринимателям предстоит определиться с выбором статуса и сформировать свою деятельность согласно федеральному закону о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации. Инна Болдина, Азалия Ташева, Данил Яковлев, телекомпания «Пытьяхинфорум». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Азалия Ташева, Данил Яковлев, телекомпания «Пытьяхинфорум» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова